добрый вечер друзья итак сегодняшнем видео мы поговорим про палька дот про его перспективы и стоит ли добавлять в портфель прежде чем начать обязательно подписывайтесь на телеграм-канал там основной все активности по ретро хантингу по там залету в нфт коллекции разные разные проекты на ранней стадии то есть первичен telegram потом youtube да то есть ю тубе а больше такое буду фундаментальный анализ проектов делать активности все будут конечно же в телеграме ну может быть youtube добавим инструкции если вы конечно же пожелаете значит друзья и так палька дот стоит ли брать или не стоит брать данные данный проект на многие топят за его скажем так технологичность и это есть на действительно только дот с системой парачейнов и прочим там таким нулевым решением для других блокчейнов да то есть как бы база на которые потом строят проекты свои блокчейны очень может быть применима в будущем если будет соответствующая поддержка на со стороны фондов и венчурных там и простых инвесторов на значит по моему скромному субъективному мнению что поскольку да там история не закончена я сейчас попробую объяснить почему ну в целом все равно я отношусь к этим проектам до которые там падают и потом в целом да это как шесть к шиткам то есть вы должны понимать у меня нет гемов да то есть гемы у меня только когда они растут тогда можно там грубо говорить что вот это гем до временны вот ну потом все равно будет коррекция поэтому сейчас затяжная какой-то накопительный период идет палька дота до 4 и 5 до 5 5 то есть 45 это был одно его на условно посмотрим поскольку фонды брали но это наверно не секрет по 28 там по 30 центов приват и паблик сэйл потом там хамичью то бишь комьюнити раздавали по 125 1 на 2 доллара что является 4 и 5 иксов ну вот этого ну а сид раунд я думаю по 10 центов вообще заходил но это неважно но и привлекли они много 80 60 60 там 200 чем-то миллион значит инвестора тоже крутые а и sg и вот пожалуйста там ну много тир 2 правда с эфира я не вижу инвесторов таких как допустим парадигм и прочее ну не суть важно я уверен что и бинанс только тут по поддерживает и есть причины ну покажу значит смотрим на экосистему почему он может отрасти к система все равно развивается только дота вот смотрим проекты парачейн инфа когда мы были на бычке мы прыгали да по по этим парачейном как по ну знаете как кузнечик до потравки в каждый там пытались залететь а по факту там два только наверное выстрелила и один который вообще никто не знал что он выстрелит это кранч нетворк да значит и поэтому негатив такой от палькодот парачейна был что они там ничего не давали по факту свое тяжело было забрать но в то же время 190 проектов многие проекты еще будут выходить например как сапспейс например да за многими проектом стоит бинанс там например как этот как мунбим на glimmer вот поэтому манта нетворк то есть есть проекты кранч нетворк тоже то есть и красота не кранча красная извиняюсь перепутал столько этих ну и всякие-всякие другие проекты то бишь и фалан фала нетворк то есть проекты живые есть на палькодоте и постоянно проходят парачейна вот аукционы на новые проекты в том числе вот сейчас проходит на инвар чейна пик вот посмотрим что за пик фонда тоже есть вот и причем ну такая хэшки капитал с ну тир один вот то бишь что-то что-то строят что-то строят то есть экосистема развивается даже на медведя инварчи мы его поддерживал давно то есть мне там тоже ну там конечно фонды послабее вот значит палькодот кусама я думаю что из анализа первое то что во первых цена его адекватная в плане того что она условно на дне давно давно болтается дно было четыре с половиной доллара или там четыре сейчас 5 и 5 то есть но не сильно да потом последний отчет нашего друга сизи который сказал про гевин вуда да то бишь с этим движем в китае но это не китая там не материковый да бим в хонг-конге короче будет указывают на dot и okix и другие биржи которые аккредитованы будут торговать да там также вот дот торгуется на coinbase то бишь тоже проект с этой стороны живой с точки зрения ликвидности фонды мы бы сказали проект развивается плюс вот эта система парачейнов должна на бычке себя показать еще как и coin лист сейлы вернулись на поэтому я думаю что долго срок можно наверно набирать но это не финансовый совет естественно ну и крест бы я на нем не ставил так как вижу что все-таки развивается проект при всем негативе которым на него как бы ну и по оправданно да оправданно он словил из-за своих парачейнов скажем так ну еще обратите внимание на кусама кусама тоже потихоньку развивается аукционов правда практически нет вот какой-то был краудлоун вот посмотрим когда он был там в мае вообще какой-то тайный краудлоун быстренько собрали кусама конечно да что там практически ничего нету да вот в мае было было вот 9 31 до оттаре идет какой-то ну что-то есть происходят какие-то ну тут конечно не в сравнении на не в сравнении с только дотом в общем вот такая информация друзья сами принимайте сейчас цена вроде адекватная также по отношению кефиру и по отношению ну потом по историческому сетам сравнивать и графики тоже хорошая цена для покупки все друзья до новых встреч подписываемся на телегу не забываем молодцы кто досмотрел